Друзья, всем привет! Меня зовут Аксамита, город Киев, и еще одна моя новая пятиминутка о главном в режиме реального времени. Доведение до абсурда. Тактика, которая применяется достаточно часто и которая незаметно вкралась в ряды христиан, верующих людей, людей, которые называют себя Божьей Церковью. Что же это за тактика и что именно сейчас пытаются довести до абсурда? Дорогие, в этой пятиминутке я хочу, конечно же, и вдохновить, и ободрить многих из вас, но и предостеречь нас с вами о том, что эта тактика является, ну, прямо, можно сказать, синонимом такой себе дружбы с миром, о которой Иисус предупреждал и предостерегал нас очень серьезно. Спасибо большое всем, кто подключается. Конечно же, я прошу вас, как обычно, делайте репосты. Кто смотрит на Ютубе, подпишитесь на наш канал, поделитесь, напишите ваши комментарии, и мы поехали. Не позволь довести до абсурда самое главное. Итак, есть такая таптика. Если идея, да, если какая-то идея, мысль считается потенциально опасной, идет в разрез с общепринятой системой убеждений, несущей разделение, смущение, заставляет людей думать альтернативно, Если такая идея входит в массы, то стратегией номер один является доведение до ее, до абсурда. Вы правы. Чтобы большая масса людей, прочитав это, подумали, как вообще можно так жить, как вообще можно это принимать, как вообще можно было это поверить. И таким образом легко можно разделаться с этой идеей и с носителями этой идеи. Итак, прочитаем с вами, что же такое доведение до абсурда. Доведение до абсурда – логический прием, которым доказывается несостоятельность какого-нибудь мнения, таким образом, что или в нем самом, или в вытекающем из него следствиях обнаруживается что? Противоречие. Еще раз, доведение до абсурда – это логический прием, который доказывает несостоятельность какого-либо мнения, таким образом, что в нем самом, или в вытекающем из него следствия обнаруживается противоречие. Кому-то выгодно сегодня в позиции церкви обнаружить некий абсурд, некое противоречие, довести до абсурда позицию церкви, чтобы разделаться с теми людьми, которые несут сегодня, так сказать, угрозу или разделение, или заставляют людей думать здраво. Что же такое абсурд? Давайте прочитаем. Абсурд – нечто нелогичное, нелепое, бессмысленное, противоречащее здравому смыслу. Итак, драгоценные. На самом деле, очень серьезные вещи. Я хочу донести сегодня для нас с вами, для всех зрителей, кто в эфире, кто будет смотреть в записи, очень важную мысль и доказать и объяснить вам, попытаться, по крайней мере, почему именно эта мысль сегодня является угрозой, почему именно эта мысль вдруг стала несостоятельной, почему именно эту мысль сегодня сознательно или несознательно пытаются довести до абсурда даже верующие люди. Хотя именно эта мысль, внимание, отрезвляет, она спасает от необдуманных поступков, она побуждает людей к действию, она заставляет людей задуматься. Вы уже догадываетесь, что это такое за мысль? Что же это такое, что является сегодня неудобным, некомфортным тем, от чего хочется избавиться? То, и носители чего хотят довести до абсурда, чтобы как можно меньше людей начали прислушиваться вот к этой мысли и к носителям этой мысли. Драгоценные. Итак, что же это за мысль? Эта мысль звучит так. Мы живем в последние из последних дней, и Иисус Христос скоро грядет. Церковь Иисуса Христа в первую очередь должна быть неотрывно смотрящей на Него, захваченной любовью, страстью и посвящением только Ему и Его Евангелию. Родные, я озвучила эту мысль. И давайте подкрепим ее, конечно же, местами Писания. Послание Евреям 9, 28. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится что? Не для очищения греха, а для ожидающих. Напишите и скажите вместе со мной. Для ожидающих Его во спасение. Статус ожидания. Это то, что Бог сегодня говорит о своей церкви. Дальше. Евреям 10, 37. Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Напишите вместе со мной. Немного, очень немного. Это мысли, которые сегодня являются ключевыми в самосознании и идентификации церкви Иисуса Христа. Да, именно эти мысли, родные, я забегаю наперед, сегодня задвигаются на задний план, потому что есть цель, и я настаиваю на этом, есть настойчивое и осознанное намерение задвинуть эти мысли, задвинуть эти идеи на второй план, довести их до абсурда, чтобы общество, да и христиане тоже подумали, ну что это такое, это лишено всякого смысла, так не принято, так некомфортно, так неуместно рассуждать. Итак, я еще раз объявляю, это мысль, это главный статус церкви, ожидание Христа, полное подражание, полная зависимость, полное соотношение со Христом и ожидание Его во спасение. Откровение Иоанна Богослова, Апокалипсис 2, 4. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Говорить о первой любви стало буквально оксимароном, особенно здесь у нас в Украине, с началом этих событий, жутких событий, конечно же, агрессии страны, которая напала на нас, соседняя страна Россия, полномасштабное вторжение, война, другие катаклизмы, абсолютная коррупция, бесчеловечные законы. Смотрите, все это сейчас пытается вытеснить главные основополагающие постулаты, которые всегда были ключевой характеристикой церкви. То, что отличало церковь всегда от этого мира, то, что было единственной запорукой, да, в украинском мы здесь говорим, залогом того, что люди, знающие Бога, могут выжить, могут исполнить предназначение, могут ходить в Его силе. Смотрите, родные, и поэтому я говорю, что эта пятиминутка очень серьезная, это еще пока вступление. Именно это сегодня отодвигается на задний план, именно это хотят всеми силами лишить смысла, довести до абсурда, чтобы, внимание, церковь Божья посреди этих катаклизм в разных странах, в частности в Украине, где я сейчас живу с моей семьей и с нашей церковью, чтобы церковь перестала думать так, чтобы церковь действительно махнула, и я написала, да, что это небезобидная тактика дружбы с миром, чтобы церковь подумала, ах, это действительно неуместно, ах, это действительно оксимарон какой-то, это действительно абсурд, говорить о моей любви к Богу, любить моего Господа, быть той, которая любит Иисуса Христа и ждет Его с каждый день. Сегодня, родные, я хочу поднять этот вопрос и предупредить нас с вами, как верующих людей, что мы, если мы только примем это, мы с вами в серьезной опасности. Почему? Я благодарю всех, кто подключается, спасибо за ваши лайки, подписки и репосты, родные. Давайте поможем мне, нам, этому живому хлебу распространиться как можно больше. Итак, почему я считаю, что эту идею стараются донести, до абсурда довести и оттеснить. Внимание! Потому что если человек захвачен этим откровением о первой любви к Иисусу Христу, о том, что он скоро грядет, и нам важно быть в позиции ожидания, в позиции дев, которые наполняют свои сосуды маслом. Смотрите, потому что если мы в этом состоянии, тогда, внимание, это главный тезис сегодняшней пятиминутки, какой бы она ни была, аминь, двадцати, тридцати, сорока минутка, аллилуйя. Итак, человек, который захвачен этим откровением, внимание, и это очень серьезно, он становится неудобным для религиозной системы и для системы этого мира. Родные, запомните, люди, которые приняли решение посреди всего сделать своей жизнью Иисуса Христа, рано или поздно станут неудобными и некомфортными. Окей? И если у нас с вами все хорошо, и мы удобны и комфортны всем и вся, это сигнал задуматься. Этот человек, такого человека, трудно, внимание, употребить в своих интересах. Его трудно привлечь к чему-то, внимание, что не есть Христос, что не есть Евангелие, что не есть Его Царство. Вы теперь понимаете, почему этой системе мира, почему системе религии невыгодны, я буду говорить откровенно, называя вещи своими именами, почему этим системам невыгодны люди, которые живут ожиданием Господа. Потому что такой человек будет сверять свою жизнь, свои мотивы, свои жертвы, свое служение, свое мышление, он будет сверять все с чем? С повесткой дня мира? С прогнозами международных организаций, доноров и так далее? Нет! Он будет сверять свою жизнь только с Иисусом. Такой человек становится, а, невыгодным, б, угрозой, реальной угрозой в системе этого мира. Итак, я надеюсь, что мы понимаем, о чем мы говорим. Таких людей очень трудно употребить употребить в своих целях, потому что для них жизнь Христос. И они понимают, что время коротко. Такой человек становится как минимум бесполезным, а как максимум опасным для современного общества, в котором мы с вами живем. Если вы хоть немножко сталкивались с тем, о чем я говорю, пожалуйста, напишите ваше скромное или, может быть, громогласное. Аминь! Для религиозного сообщества таких людей называют фанатиками, непригодными для жизни, людьми, которые... их возводят в ранг маргинала. Вы знаете такое слово? Маргинал. То есть он какой-то странный. Он какой-то... Давайте будем держаться от него в стороне. И на самом деле это и есть доведение до абсурда. Потому что такие слова, говорить о людях, которые любят Иисуса, это не имеет ничего общего. Люди, которые любят Иисуса, они, наоборот, драгоценны, они разбираются в том, что происходит. Они понимают сезоны. Они не являются жертвами пропаганды и манипуляции. Они четко знают, что происходит. Они сверяют события с Господом, с Его Духом, с Его Словом. Они четки в своих убеждениях. Они посвящены цели. Они посвящены Богу, они позволяют Ему действовать через них. Вы понимаете, что нам, наоборот, нужно эту идею, это главное послание Бога к церкви, нам нужно его хранить всеми силами. А система мира и религии пытается именно это, главное зерно, забрать и довести до абсурда. Вы, наверное, все помните, да, потому что это специально был, я уверена это говорю, специально посеянный такой нарратив в умычь людей, и верующих, и неверующих. Ну, есть такая себе крайность, крайняя группа, такая экстремальная группа христиан, которые вот ждут Христа со дня на день, они даже обои не весят. Вот напишите, пожалуйста, для интереса, кто слышал это хоть раз? Даже обои не переклеивают, потому что Христос придет вот-вот, и мы такие ха-ха-ха, ой, да, действительно, но это вообще уже просто крайности. Это, родные мои, доведение до абсурда, драгоценного зерна, которое Господь хочет в эти последние времена своей церкви сказать. Он апостолу Петру три раза задал главный вопрос, любишь ли ты меня? И Петру это могло казаться абсолютно неуместным. Сегодня во время войны самый неуместный вопрос, любишь ли ты меня, церковь? Но это самый главный вопрос, потому что когда церковь любит Иисуса, это залог того, что она все пройдет, она преодолеет, ее нельзя будет вовлечь во что-то, что не Христос, вы понимаете? И именно эту идею сегодня общество пытается возвести в ранг маргиналов. Ну, это такие себе есть, такие себе люди, они такие странные, они вот это говорят только о любви к Богу, они любят, они его ждут. Доводится до абсурда специально, навязывается нарратив специально, внимание, чтобы когда мы с вами встречаемся с такими церквями, с такими людьми, чтобы у нас подсознательно отторжение было. И вы знаете, уже я с этим столкнулась неоднократно, и кто немного следит за нашим служением, вы понимаете, о чем я говорю. Есть некие ярлыки, вместо того, чтобы наоборот, сказать, окей, Господь, что-то в этом есть, и учеников твоих первых, которые шли на казни, которые, вы знаете, да, что в антифемпитеатры римляне даже бросались, заживо были готовы умереть, чтобы иметь то, что имели первые ученики, что же позволило этим людям, чтобы тень их исцеляла, что же было в них такое, что позволяло им идти против системы и быть преданными своему Господу до последнего своего вздоха, что это? А не кажется ли вам, родные, что именно этого качества сегодня церкви Украины и церкви других стран именно этого не хватает? Не кажется ли нам, что церковь обессилела, что церковь настолько слилась с этим миром, что мы даже не понимаем, что дружба с миром это вражда против Бога, и именно эта дружба с миром незаметно перерастает в доведение до абсурда того, ради чего Иисус Христос умер на Христе. Это происходит незаметно. Я же говорю, я говорил, что я буду предупреждать сегодня очень серьезно. Это доведение до абсурда, это тактика. И когда я училась в институте Международном университете на журналистику, нас учили этому. Когда в общество проникает какая-то идея, потенциально опасная, как разделаться с ней? Нанимаются лидеры общественных мнений, ломы, нанимаются журналисты и блогеры, цель которых довести до абсурда. Довести до абсурда и отправить это в массы. Сегодня дьявольская цель через систему этого мира, через катаклизмы, через то, что это не на части, через религиозную систему, довести до абсурда то, что является ключевым в церкви, что проведет церковь пока через эти последние знамения перед пришествием Господа. Самое главное, дьявол пытается от нас убрать. Будь такой, как они, будь с народом, сострадай, помогай, но только, только не надо вот это вот любить твоего Бога, ждать его со дня на день. Вот это не надо. Родные, Иисус явится для ожидающих его воспасения. Иисус задает вопрос Петру, любишь ли ты меня? Иисус говорит конкретную претензию церкви, которая делала столько добрых дел, которая так прославилась, такая была уже мощная. Он говорит, я имею к тебе серьезную претензию. Ты оставила первую любовь, свою. Он не сказал, ты оставила народ, среди которого живешь. Ай-яй-яй, как же штат, я имею это против тебя. Нет, родные, нет. Господь смотрит всегда в корень. Да потому что народу, среди которого мы живем, грош, цена, наши с вами воззвания человеческие, наши с вами даже добрые дела. Если Христа там нет, если нет его молнии любви, если нет его драгоценного помазания. И поэтому Господь говорит, церковь, береги самое главное, не позволь довести до абсурда то, ради чего я отдал и пролил свою кровь. Родные, это серьезное предупреждение для всех нас. Аллилуйя. Итак, таких людей сегодня сознательно макают в этот статус маргиналов. Например, я уже говорила про эту историю с обоями или тому, и они даже не учатся, потому что Христос придет скоро. Родные, а как мы с вами настолько потеряли Божий страх, что мы смеемся над тем, что является словами Иисуса Христа. Он говорит, гряду скоро, грядет скоро, придет и не умедлит. Держи, что имеешь, придет для ожидающих воевого спасения. Родные, мы иногда настолько вот с этим миром сдруживаемся, что смеемся вместе с ними, как вот Петр, да, у костра греется там чисто по ходу, и мы с вами теряем Божий страх. Родные, время пришло сейчас сосредоточиться на самых главных вещах. Давайте я буду идти быстро, чтобы не затягивать, но все-таки сказать самые главные мысли, которые сегодня, вчера вечером я шла на встречу нашей команды служителей, вы знаете, мы провели недавно буквально, да, пасхальный крусейд, мы хотели послужить Господу, прославить Его, и вдруг эта мысль, я тут же записала ее в диктофон, и сейчас хочу вместе с вами порассуждать. Итак, это нарратив, специально навязанный, чтобы когда люди что-то подобное услышали, у них было сразу же отторжение, а это люди не от мира сего, и мы забываем, что это слово, которое стало практически как будто бы нецензурной лексикой, не от мира сего, это и есть главный статус, который отличает Церковь Христа от религиозных организаций и мирских организаций, а не от мира сего, да нет же, Христос хочет, чтобы ты так себя называл, аллилуйя, однажды Господь очень серьезно со мной заговорил, и Он говорит, вы, имея в виду мы, дети Его, верующие, Он говорит, вы мастера, вы просто эксперты в построении горизонтальных отношений, о, как вы внимательно смотрите, кто как на вас посмотрит, а как мы выглядим, а как мы одеваемся, а как эта молитва прозвучит, а как это слово прозвучит, и как там, знаете, там пастырь после собрания собирают своих лидеров и говорят, так, мне нужно от тебя три мнения, чтобы ты собрал, как людям собрание прошло, а что там, может быть, им добавить, я знаю, в некоторых церквях даже люди пишут там темы, которые бы они хотели, пастор рассматривает, выбирает, ну, такой себе public relations, да, связи с общественностью в церкви, и Господь говорит, в этом вы преуспели, вы разложили так, а как там церковь в Америке на меня посмотрит, а как наше служение смотрится в глазах того-то, или того-то, и в то же время Господь говорит, вы не преуспели, вы наоборот просели в горизонт, в вертикальных отношениях, то есть вы намного чаще спрашиваете у людей, как это будет выглядеть, вы намного чаще подстраиваетесь под взгляды и мнение, и имидж, который вам навязан обществом, но вы так редко спрашиваете у меня, как вы, ваши цели, ваши мотивы, ваше служение, в ваша жизнь, как вы выглядите в моих глазах, Господь говорит, как вы выглядите в соответствии с тем, кем я вас призвал, и что я хочу вам, для вас сказать. Дорогие, вы понимаете, о чем я говорю? Это все о чем? О том же. И теперь я написала красными буквами, и хочу вам прочитать, и если можно, чтобы вы записали это в комментариях. Если тебе нужно оправдываться перед людьми за твое служение Богу, это тревожный сигнал. Кто-нибудь напишите в комментариях тревожный сигнал. Родные, если вам нужно оправдываться, если очередной комментарий заставляет вас оправдываться и пересматривать, и объяснять людям, чтобы, не дай Бог, они чего-то там не подумали, за твое служение Богу, которое соответствует Его слову и Его поручению, родные, это очень тревожный сигнал. если тебе нужно оправдываться перед людьми за твое служение Богу, это тревожный сигнал. Дальше, если ты перестаешь делать то, что конкретно Иисус заповедует из-за того, что это стало вдруг предосудительным в глазах людей, внимание, продолжаем, и становится еще жарче. Это лицемерие. Еще раз, если мы с вами и будем давайте честными, и сделайте репост для того, кому, возможно, вы знаете, что это нужно, это нужно служителям по-любому. Если ты перестаешь делать то, что Иисус четко заповедал делать в первую очередь, неважно, в какой сезон времени мы с вами живем, тем более в те сезоны, в которые мы с вами живем, если вы ослабеваете, если вы, вам кажется, что это неудобно, неуместно, и вы затихаете и перестаете это говорить, внимание, Иисус дал определение этому слову лицемерие. Ученики не советовались с кровью и плотью. Они делали то, что говорил им их учитель. И вспомните, пожалуйста, жизнь и служение первой церкви. Вспомните, при каких обстоятельствах они жили. Вспомните те гонения и от кого были эти гонения в первую очередь. Вспомните, насколько эти люди были неудобными. Вспомните, насколько они в своем обществе были, мягко говоря, некомфортными и ненужными. А по большому счету, если серьезно говоря, они были угрозой тому обществу. Вспомните, пожалуйста, родные. При всем при этом ученики не советовались с кровью и плотью. Так говорил апостол Павел. Они делали то, что говорил и учитель. Это выглядело маргинально, странно, неуместно и несвоевременно. Возможно, любимые, это пятиминутка. Это такой себе набат чуть-чуть наперед. Возможно, многие могут сейчас на меня слушать, особенно здесь у нас в Украине, и говорить, о чем ты говоришь? Нормально. Да церковь сейчас в почете. Церковь и там, и там. Церковь с народом выполняет все свои функции. И я допускаю, родные, что я говорю немножечко пророчески, потому что к этому служению Господь призвал меня, нашу команду и нашу церковь. Возможно, я хочу сказать от имени Господа немного наперед, потому что это грядет. И церковь, которая не выглядит маргинально, странно, неуместно, несвоевременно, дико, церковь, которая не является угрозой обществу, системе и религии этого мира, эта церковь имеет опасность стать одним, слиться с этим миром или с религиозной системой. Все очень серьезно, родные. Я говорила, что в этой пятиминутке будет серьезное предупреждение, и я слагаю это в первую очередь в своем сердце. Дух Святой, любимый, давайте напишем, Дух Святой никогда не ставит цель быть уместным или своевременным. Родные, особенно служители, пасторы, священники, давайте запомним одно. Любить Бога, поклоняться Ему и благовествовать Евангелие Иисуса Христа всегда самое уместное посреди воин, катаклизмов и всего остального. Скажу даже больше. Никогда не будет ничего более уместного, никогда не будет более срочного, ничего, чем привести драгоценную душу к Иисусу Христу. Не избавиться от драгоценной души, потому что вдруг она теперь является врагом. Я говорю серьезные вещи тем, кто способен слышать самое актуальное, самое драгоценное, потому что время коротко. Это любить Бога и привести еще одну душу к Иисусу Христу. Дух Святой никогда не ставил цель быть своевременным, быть актуальным и понятным для этого мира. Дух Святой знает свою задачу. И когда Господь говорит, я отделяю вас от мира, Он как бы наперед нам говорит, родные, церковь, этот мир, религия этого мира попытается вас сделать удобными, понятными, логичными, уместными, чтобы выявили завжды на часе, когда, например, будет война. Но Господь говорит, церковь, я тебя отделяю от этого мира, потому что есть единственная уместность, есть единственный дедлайн, чтобы никто не погиб, чтобы жатва была собрана, чтобы я был явлен этому миру. Родные, я надеюсь, что для вас это благословение. Кто-нибудь, пошлите какие-то огонечки, если вы в Ютубе, то, пожалуйста, сделайте комментарий и подпишитесь на наш канал. Это очень серьезно. Итак, у Духа Святого свои планы, свои повестки дня, сезоны, дедлайны и свое время. И вот в это время он нас с вами призвал. Ну вот, единственное, родные, чтобы в этом ходить, чтобы вот в этом пребывать, то, о чем мы с вами молились, когда только спаслись, еще до войны, еще даже не представляя, в какое время мы с вами будем жить, чтобы вот в это все войти, есть единственное условие, родные. И это условие, именно то, что сегодня система этого мира и религии осознана или не осознана, скорее всего осознана, пытается довести до абсурда. Господь говорит, церковь, я призываю тебя к сверхъестественному хождению со мной. Церковь, я хочу быть, жить в тебе. Ты мое тело. Аминь. Аминь, Господи. Теперь, церковь, есть единственное условие. Тебе нужно быть захваченной мной. Ты должна сделать меня своей жизнью, своим хлебом, своей целью, своим будущим. И еще, церковь, ты моя невеста. Невеста всегда ждет жениха. То, что Господь ставит во главу угла система этого мира, через катаклизмы, через войны, через коррупцию и ожесточение, пытается довести до абсурда, чтобы вытеснить из церкви самое главное. Самый корень, кор, как говорят американцы, то, что является главным вообще в церкви. О мой Господь, родной, помоги нам, Господь, помоги нам, Господь, сейчас услышать, растворить это верой во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Итак, единственное условие, чтобы пребывать и ходить в этой реальности, родные, это до ревности любить Его, действительно ожидать Его во спасение, действительно быть захваченным им, и именно это сейчас считается предосудительным. Именно это слово любовь, которая есть Дух Святой, любовь, которая действует вера, любовь, которая есть залог нашего спасения, любовь, которая приводит грешника к покаянию. Сегодня эту любовь взяли в кавычки. Сегодня этой любовью кидаются налево и направо. Сегодня слово любовь стало таким себе ярлыком. Тут война, а эти говорят о любви. Вы знаете, что этот мир пытается навязать на нас ярлыки, а вы понимаете, что это делается осознанно, чтобы когда люди этого мира прибегут, уставшие от откровенной коррупции, безбожия, античеловеческих законов, вседозволенности, когда эти люди придут в церковь. Этот мир хочет позаботиться, чтобы у этих людей была навязанная идея, а это эти люди, они неуместны для этого мира, они говорят о Боге, это что-то такое нереальное, это что-то такое оксимаронное, короче, абсурд. Поэтому, родные, я говорю сейчас с вами, как служителями, как с нашими соратниками, аминь, нам нужно с вами сделать целью своей жизни не только любить Бога, не только делать, служить Ему всем сердцем, имеется в виду служить людям, благовествовать, но также и сделать себя амбассадорами этого послания. Я возвращаюсь сначала для тех, кто только подключился, главное послание, то, что этот мир пытается довести до абсурда, главное послание, церковь, люби своего Господа и будь ожидающий его во спасение. Давайте, родные, если вы поддерживаете, напишите аминь. Бог хочет поднять сейчас армию вот таких амбассадоров, его послов, которые будут говорить, как бы это не популярно выглядело, как бы это сейчас не осуждалось и блокировалось, и банилось, в фейсбуках там, серые баны и так далее, во имя Иисуса, что бы ни происходило, мы должны смело с вами говорить, что даже во время войны, тем более во время войны, главной характеристикой церкви, церкви должна быть любовь, всепоглощающая любовь к Господу и ожидание его во спасение. И еще раз, то, что этот мир пытается навязать, что такие люди странные, неуместные, абсурдные, нелогичные, это неправда, и я разоблачаю это, потому что люди, которые любят Бога, наоборот, это те люди, которые навеляются носителями пробуждения, они четко понимают, что происходит, они не позволяют политикам, системе этого мира, втянуть их в свои разборки, они четко знают, что цель Бога это явить себя через них, и они позволяют ему это делать. Эти люди, конечно же, будут опасны для системы этого мира, которая хочет заполучить твою душу, отделить тебя от Бога, убить тебя раньше времени в своих политических разборках. Родные, все очень серьезно, и поэтому давайте с вами будем называть вещи своими именами. Аллилуйя. Но многие говорят, то, что я только что сказала, такая непопулярная мысль, если тебе нужно оправдываться перед людьми, даже своими, за то, что ты называешь служением Богу, и многие говорят, что это вы тут в Киеве, и вы даже не то-то не делаете, то есть им кажется, что служить Богу во время войны, это обязательно делать это. Я говорю, нам Бог сказал делать вот это. Нет, и они как будто, вы знаете, заставляют нас оправдаться, а это в худшем случае, а в лучшем случае, в идеале. Им надо, чтобы мы полностью пересмотрели вообще наше служение и делали именно то, что кажется им. Так вот, родные, я уже сказала свое мнение по этому поводу. Если ты оправдываешься перед людьми и меняешь свое служение, потому что люди не так на тебя посмотрели, Иисус называет это лицемерие. А мне важно, как Иисус на меня смотрит, какие термины Господь мне дает и какие ярлыки Он мне дает, а не люди. Но многие говорят, ну типа, а как же насчет вот это место Писания, будьте готовы дать отсчет своем уповании, а давайте пойдем туда, потому что я понимаю, что вы, наверное, тоже с этим сталкиваетесь. Люди, которых сегодня называют маргиналами, у тебя в голове только Христос. На секундочку, да это же Библия полна этими местами Писания. Думайте о горнем, посмотрите на претерпевшего, размышляйте о нем, помыслите о претерпевшем, собирайте сокровища на небесах, да вся Библия заполнена этим. Эй, вы что? Вы понимаете, что наше с вами такое ожесточение и эта дружба с миром приводит к тому, что нас уже даже не беспокоит, что слова Иисуса Христа берутся, попираются и превращаются в абсурд. Это именно то, как мы должны жить, как жили ученики первые, почему чудеса их сопровождали, да потому что все, что они хотели, это Христос. Все, чем они жили, это Христос. Все, о чем они мечтали, это Христос. Не, ну тут же война, на секундочку. Они жили посреди жесткой оккупации, а еще на них натягивали вину, которую они никогда не делали, а еще их обвиняли в поджогах городов и убивали. И при всем при этом Иисус был их единственной целью и мечтой. Родные, этот мир, обезумевший мир, хочет сейчас ключевое зерно вытащить из церкви под видом того, что церковь во время потрясений и войн должна быть с народом. Никто не спорит, но церковь должна быть с народом в своем статусе. Это носитель Святого Духа, который этот народ будет спасать, исцелять и воскрешать. Аминь. В таком случае, конечно же, да и аминь, 300, 1500 раз я скажу аминь на это. Но только так. Аллилуйя. Идем дальше, родные. Помню недавно, так подождите, что по поводу упования, да? Будьте готовы дать отчет в вашем уповании. А давайте посмотрим, что тот апостол Петр говорит. Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением. Дальше. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что заслуживают вас, как злодеев, были постыжены, порисающие ваше доброе житие во Христе Иисусе. Вы понимаете, какой здесь контекст и о чем вообще идет речь? Отчет в моем уповании я готова дать. Мое упование – это Господь. Мой защитник – это Господь. Кому я благодарна за защиту и охрану над моими детьми? Господу моему. А многих сегодня это очень серьезно раздражает. Окей? У вас свое упование. Будьте готовы, давайте отчет за то, на кого вы уповаете. Я уповаю на того, кто не спит и не дремлет. На того, кто оставил меня в столице Украины во время войны, когда сюда летели ракеты и продолжают лететь. Я уповаю на него. И вот мой отчет о моем уповании на него вот ему я и дам. Если вы на кого-то другого уповаете – окей, ваш выбор. Ему давайте отчет. Только не нужно этими словами кидаться и заставлять меня свернуть с моего пути, за который я Богу дам ответ. Потому что вам кажется, что он странный. Вам кажется, что это неуместно посреди войны делать то, что мы делаем. Родненькие, давайте помнить всегда, мы каждый за себя даем отчет. И отчет мы даем не за то, что мы делаем, тем, кому кажется, что мы делаем что-то не то. Отчет на того, на кого мы уповаем. Аллилуйя. Аллилуйя, родненькие, еще несколько минуточек, пожалуйста. Именно вот такие маргиналы, которых сейчас хочет общество, хочет вытеснить, которые хотят как бы задвинуть в свою коробочку, да. Ну, это тоже такая церковь, но они такие странные, маргинальные, в общем, не надо их слушать, они на своем, как бы, в своем уме, на своей волне. Вот именно такие маргиналы, вот такие экстремалы, для которых Господь это все. Эти люди, другими словами, языком церкви, первой говоря, всесветные, возмутители, именно эти люди являются пробужденцами. Именно эти люди, о которых мы сейчас читаем в учебниках, христианских, изучают, именно эти люди повлияли на ход истории, вы понимаете, родные, это качество является ключевым, и нам надо его хранить в себе, и максимально об этом говорить. Тебя пригласили на какой-то форум, например, да, форум там, как приблизить там победу, мир, ты встаешь и говоришь, значит так, я знаю ответ, и все, воу, и ты говоришь, ответ такой, церковь, люби своего Господа, будь страстной поклонницей, невеста, проверь свое масло, поклоняйся ему, и возвещай ори о нем везде. Аминь. Вышел из-за кафедры, сел, и все. Аллилуйя. И нам не надо этого бояться, родные, вы понимаете, если мы будем убеждены, что это и есть главный залог того, что Бог сделает то, что Он хочет через нас, и именно это, мир хочет из нас выдавить, скажи, не, я буду это беречь, я буду любить моего Бога, как бы это ни показалось кому-то это неуместным, или странным, или маргинальным. Теперь вы понимаете мысль, главную мысль этой пятиминутки. И так очень незаметно, но это прокралось в ряды христиан. Доведение до абсурда, осознанно, чтобы главную мысль, которая является опасной, неудобной, возвести в ранг абсурда. Итак, я здесь, родные, чтобы вернуть объективное значение этих слов Господа и понимание, что наш статус даже во время войны, катаклизмов, разборок и так далее, наш статус не меняется, церковь. Мы с вами не одеваем одежду в контексте событий. Вы понимаете? Мы с вами не одеваем цвет одежды, потому что оно сейчас вот такое вот, вот такой вот тренд. Нет, родные. И еще вам хочу сказать, что Иисус тоже не меняет свою одежду. Иисус царь царей в белоснежной одежде. Аллилуйя! В крови драгоценной, который скоро грядет. А ты его невеста. И у тебя платье, у тебя наряд, который не надо менять в связи с событиями, которые разворачиваются там в этом мире. Родные, и нам нужно об этом продолжать говорить. Нет ничего более логичного и понятного для невесты, чем что? Чем ждать своего жениха. Ну опять, ну это же просто абсурд, ну как это просто ждать? Да, любименький, если ты будешь ждать твоего жениха, да ты будешь свой каждый вдох, выдох и еще больше могу сказать, сравнивать с ним, да ты будешь заботиться о том, чтобы ему угодить, и таким образом даже не заметишь, как войдешь в полноту Божьей воли для тебя. Исполнишь все, переживешь все чудеса, которые он хочет тебе сказать и сделать. Вы понимаете, как коварно система этого мира и религия хочет лишить нас самого главного, то и ради чего, и то, что поможет тебе войти в полноту Божьих планов. Поэтому, невеста, жди твоего Господа каждый день и каждую секунду, и именно таким образом ты пройдешь, преодолеешь, выживешь, проживешь и исполнишь свое предназначение. Итак, система этого мира будет всегда пытаться причесать нас. Так и напишите. Диктовать, что говорить, вырезать неудобные нарративы, чтобы осталась только форма, без содержания. Родные, это очень серьезное предупреждение для церкви последнего времени. Кем мы хотим быть? Слиться с миром, стать частью системы или все же вырваться из системы, чтобы начать наконец-то активировать мир. Любименьки, это наш выбор. Если мы хотим это закон, я вам скажу, что возможно, я говорю пророчески, возможно, многие из вас то ненормально будет все с церковью, и никто нас не задвигает никуда, и ни для кого мы не являемся опасностью. Наоборот, нас почитают, нас любят, нас приглашают на всякие там правительственные заседания, все хорошо. А я говорю пророчески, а я говорю, что это может подняться за одну секунду, и у нас всегда будет выбор, данный Богом. Ты будешь вот таким себе маргиналом, несущим его силу и его, или ты сольешься с этим миром и с этой религией. Выбор за нами, и Господь предупреждает нас. Аллилуйя! Богу важно содержание, а содержание это Святой Дух, это Христос. Аллилуйя! Итак, родники, мы идем уже к завершению. Я попрошу вас еще раз, если можно, сделать репосты на Ютубе, подпишитесь, поставьте лайк этому видео. Огромные плюсы статуса, который сегодня мир называет маргиналы и странные, на которые Господь говорит «Моя возлюбленная невеста». Первое. Человек, который любит своего Господа, он будет непрерывно наполнен кем? Святым Духом. Святым Духом, который небо и землю создал, который Христа воскресил. Вы понимаете, что этот мир и религия хочет у нас забрать, Святого Духа забрать? Но не будь таким странным. Да ладно, прям так вот это любить Господа и ждать. Он хочет, другими словами, просто под видом того, что тебе надо быть непонятным этому народу. Он хочет сказать тебе, просто, ну, как бы, знаете, читай вот это в скобочках, не наполняйся Святым Духом. Делай все, ты же знаешь, что делать, чтобы тебя цитировали, чтобы тебя перепощивали, чтобы тебя приглашали и туда, и сюда, чтобы ты был понятным, популярным этому народу. Только не наполняйся Святым Духом. Только не надо вот это любить твоего Господа. О, мой Господь. Второе. Ревность, чтобы пребывать в воле Божьей. Человек, который любит Господа, невеста Христова, для нее будет самое главное. Не то, что политики этого мира считают самым главным. Ну, как это так? Тут такое, а вы, церковь, какое такое? Я пойду к Богу моему и спрошу у Него, какое такое? Вы понимаете? Я буду ревновать о том, чтобы мне исполнить Его волю. И это автоматически отрезает меня от системы этого мира. И автоматически такой человек становится неудобным и где-то даже опасным для системы этого мира. Аллилуйя. Но это плюсы. Это плюсы, родные. Мы будем ревновать и пребывать в воле Божьей. Еще один плюс. Человек, который непрерывно живет Господом, церковь Его, а он будет тем, через кого Дух Святой будет совершать свою работу. Любимый, я уже об этом говорила. А не это ли то, что мы с вами молились, хотели, постились, просили, мечтали? Господь, не я живу, но ты во мне. И тут наступает война и мы такие, что бы такого сделать, чтобы, ну, чтобы меня поняли? Что бы такого сделать, чтобы не показаться странным? А Господь говорит, ну, ты даешь. Ты сознательно отходишь от того. И знаете, как этот мир говорит, о, горячо, горячо, горячо. Ты такой стал популярный, ты все, классно, супер. А Господь говорит, холодно, холодно, холодно. Ты не ревнуешь обо мне, ты не любишь меня, ты не позволяешь Духу Святому действовать через тебя. Церковь мимо, холодно. Ты оставил любовь свою. Не, ну, тут же это, ты оставил любовь свою. Господь не упрекает, церковь, я повторяю, родные, для тех, кто подключился позже, Он не упрекает, ты оставил людей, ты оставил народ, ты оставил любовь ко мне. Вот с этим и с этого Господь всегда начинает. Родненький, а народ прикладывается. Когда ты переполнен любовью к Господу, ты будешь смотреть на людей его глазами, ты будешь транслировать его любовь, только его любовь, не человеческую любовь, которая из тебя выжимает этот мир. Ну давай, ну сделай еще одно заявление, ну скажи о своей ненависти ко врагу. И такая, ты уже думаешь, что вроде бы говорили про любовь, а закончили ненавистью. Да? Вы были в таком? Вас как будто бы в ловушку пытаются закрутить. От вас хотят ненависти под видом любви. Поэтому Господь говорит, церковь, убедись, что мы с тобой говорим об одних понятиях, что когда мы говорим о любовь, мы имеем в виду святой дух. А для того, чтобы любить духом святым, нужно наполняться духом святым. А именно это, этот мир хочет у нас забрать. Возможно, я немножко повторяю сродненькие, но я просто хочу, чтобы это слово опустилось в нас. Чтобы мы не только сами ходили так, но чтобы мы теперь стали амбассадорами и послами вот этого пророческого послания. И четвертое. Человек, который живет любовью к своему Господу, как бы это дико не казалось людям этого мира во время войны, он будет тот, который все будет сверять с волей и желанием своего Господня. А это, родные, очень серьезно. А это именно то, что стало предметом, как бы так мягко сказать, в этом эфире угроз. Угроз. Мне в личку. Угроз через других людей. Когда мне говорили, что вами там уже кто-то заинтересовался, кто-то... Вы знаете эту аббревиатуру. Здесь у нас в Украине из трех букв. Человек, который любит своего Господа. Истинное подчинение мне однажды Господь сказал. Послушайте мне, особенно служители Божьи. Уста Божьи, глаза Божьи. Истинное подчинение не бояться. Система этого мира хочет сделать все, чтобы Церковь Божья начала бояться. А я хочу вам сказать один единственный рецепт. Как не бояться? Вот как перестать бояться во время войны? Знаете как? Любить твоего Бога. Другого нет. Совершенная любовь. И только любовь изгоняет страх. Ты не можешь угождать этому миру и избавиться от страха. Нет. И поэтому Господь говорит. Люби меня, Церковь. Тогда ты будешь сверять все не с тем, что от тебя хотят. Ты будешь, даже как бы это жестко, не популярно звучало, но ты будешь сверять все со мной. Ты будешь выходить из тайной комнаты и говорить то, что я тебе скажу. Вопреки всем голосам, даже популярным этого мира. А вы знаете, что это война. Не поменяла ведь мою риторику. Риторику нашей церкви. Нет. Кто-то скажет, да не, 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 не может быть. Самый главный комплимент вы уже знаете мне. Какая смелость. Боже, как ты смело говоришь. Это же надо такое. И даже люди, другой, да, Юлианочка, вижу, аллилуйя. Даже люди в других странах говорят, вот это да, и в Украине это сестра. И такое прям говорит. Родные, когда ты смотришь в самые красивые в мире глаза, когда ты выходишь из тайной комнаты, и его сердцебиение становится твоим, скажите мне, как? Как это возможно? Это нужно сознательно уйти в отступление от твоего Бога, чтобы начать говорить нарративы этого мира. Это нереально. Это нереально. Поэтому мир говорит, делай все, что хочешь, только не люби твоего Бога. Потому что, когда будешь любить Его, ты не сможешь сказать что-то вразрез Ему. Ты будешь любить Его настолько, что рот закроешь, не будешь молиться так, как молятся многие. Потому что будешь понимать, Боже, это не угождает тебе. Боже, ты не убиваешь драгоценные души ради того или другого, или третьего. А вы понимаете, что это очень, очень, нужно очень сильно любить своего Бога, чтобы это говорить. И поэтому, родные, завершая, этот мир делает все. Религия этого мира делает все, чтобы церковь дружила с миром, дружила с людьми, чтобы церковь была понятная, религиозная. Пожалуйста, без вопросов. Сколько хочешь. Дьявол будет оттачивать религию до последнего винтика, чтобы все было хорошо, бездаранно. Почему? Потому что религия никогда не приблизит людей к Богу. Религия никогда не будет взывать тебе и говорить, люби его. Любишь ли ты Господа? Ждешь ли ты его? Говоришь ли ты о нем? Религию это не интересует. Ее интересуют атрибуты. Ее интересует, чтобы церковь была безопасной. А опасность, опасной церковью делает любовь к своему Господу. А еще хочу сказать, любовь к Господу делает не только церковь опасной для этого мира и для религии. Она еще делает нас с вами, родники. Это уже пошло, ну, хороший, как бы положительный момент. Потому что я понимаю, чуть-чуть это все, ну, очень серьезно. Любовь к Господу делает нас, знаете, какими? Неуязвимыми. Напишите. Любовь к Богу делает меня неуязвимой. Господь дает благодать. Господь сокрывает нас. Господь укрывает нас. Он позаботится о том, чтобы вот эти вот всякие организации из трех, пяти и так далее, Богу, чтобы ты просто был для них незаметен. Потому что, когда ты имеешь дело с Богом, Он имеет дело с тобой. А еще с ними, с ними, с ними и с ними. Чтобы ты, его сын, его дочь, которая посреди войн и катаклизмов, решила быть настолько посвященной, что отречься от всего и перестать бояться, Бог будет иметь дело с тобой. Бог позаботится, чтобы ты был неуязвим. Родненьки, я призываю вас, пожалуйста, не позвольте катаклизмам этого мира, ожесточению, безбожию, религии, не позвольте задвинуть на второе место самое главное, то, что является залогом, это Дух Святой, это любовь к Господу. Не позвольте довести это до абсурда. Еще раз повторяю, этот мир хочет довести до абсурда главную идею, главный, ну, цинус, так можно сказать, главную, ключевую роль церкви, то, кем церковь является. Этот мир хочет довести это до абсурда. Но мы с вами понимаем, о чем мы говорим. Итак, это опасно для нас, потому что людей, которые транслируют любовь, страсть, огонь по Богу, их пытаются вытеснуть, не замечая, что именно такие люди являются носителями Духа Святого, пробужденцами, чудотворцами. Такие люди, родные, сейчас пишите и уже начинайте молиться, хорошо, в душе. Напишите и говорите со мной, это я, это я, Господь, это я, аминь. Такие люди идут на передовую истории и всех событий. Эти люди являются носителями Святого Духа. Эти люди являют Христа таким, какой Он есть. Эти люди покоряют народы в вере. Эти люди, и молитесь со мной в духе, говорите, это я, я такой человек. Господь, это и есть моя мечта. О, во имя Иисуса. И мы не позволим системе этого мира отодвинуть нас на задворки. Мы не будем стесняться, мы не будем смущаться нашей экстравагантной, яркой, драматичной и страстной любви к нашему Господу. Я вижу ваши аминь, аллилуйя. Это не может не радовать. Аллилуйя. Это то, что притягивало людей к Иисусу в первых учениках. И это то, что всегда будет притягивать людей в тебе и во мне. Итак, родненькие, не бойтесь ярлыков, не пытайтесь подстроиться. Пусть ничто не уведет нас от единственной цели любовь к Иисусу Христу и исполнение предназначения. Аллилуйя. И теперь, родные, завершающая мысль этой предназначения. Многие люди вырывают из контекста то, что я говорю. Многих людей раздражают то, что я говорю. Многие люди пишут в личку отвратительное послание, которое... Секундочку, я сделаю просто зарядку, чтобы не отключиться. Вот. Но... И они говорят, ну ты просто объясни, ты просто... ну надо немножко разжевать, чтобы не дать повода. Любименькие, люди, которые хотят найти повод, всегда его найдут. И мне недавно Господь говорит, ты не можешь менять траекторию твоего движения из-за того, что кому-то там на трибуне зрителей кажется, что ты не туда бежишь. Понимаете? Поэтому, родные, с одной стороны, вот я говорю, что это мое убеждение. Или, как сказал Орел Роберт, помните, я не буду сходить с комбайна только потому, что мне там где-то на пути попалась мышь. Вы понимаете, да? Я как бы говорю это абсолютно серьезно. В то же время, конечно же, я хочу и считаю нужным здесь сделать некую оговорку. Потому что многие говорят, не, ну это раздражает людей, ну пойми, люди страдают и так далее. родные, родные, я понимаю. Надо быть как минимум психически нездоровым, чтобы не понимать, что люди вокруг страдают. Или нужно вообще жить просто в каком-то бункере на секунду. Но я не в бункере, я прямо сейчас пошла по улице, зашла в офис, я живу в Украине, я вижу страдания, я слышу, что происходит, я читаю и анализирую события, которые происходят в нашей стране, родные, события вокруг нас и внутри нас, которые безумные. Я понимаю это все. Но, родные, почему я так настойчиво говорю о том, что церкви нужно облечься во Христа и в его любовь? Почему я настойчиво предупреждаю пророческие? Потому что очень скоро ситуация может поменяться и церковь может остаться у разбитого корыта, невыгодной там, ненужной там, тому, где они так хотели угодить и ненужной, вернее, неспособной быть употребляемой Господом. Вы понимаете? Это очень серьезно. Поэтому уже сейчас не бойтесь, пожалуйста, ярлыков, не бойтесь, что вы какие-то непопулярные, непонятные для этого мира, для государства. Не бойтесь, родные, потому что время поменяется и нам нужно с вами быть в форме. Масло должно быть в елее. Мы должны с вами слышать Бога. Мы должны четко понимать, что делать, что не делать, куда идти, куда и не идти. Вы понимаете, что доводится до абсурда то, что является жизненно необходимым качеством церкви. А этот мир через войны и так далее говорит, не, ну это странно, это сейчас неуместно, на начасе, и все. Очень серьезно. Теперь, очень важно для тех, кто еще, возможно, у вас возникают вопросы. Не, ну все равно, ну нужно же больше говорить о сострадании и так далее. Окей, мы уже поговорили с вами, что сострадание это божественная любовь, которая не только говорит человеку о том, что ну ничего, ну время как-то лечит, ну дайте волю своим эмоциям, знаете, вот это вот все. Нет, нет, нет. Сострадание, которое Бог призывает в церковь ходить, это сострадание силой Святого Духа, которое переводит человека в вечность. И даже если человек потерял родного, близкого, Бог становится его жизнью, и мы даем человеку смысл, и возрождаем его душу силой Святого Духа. Вот это сострадание. А вы понимаете, что если мы подменяем сострадание человеческое на Божье, ничего не будет. Будет просто ожесточение и обессиливание церкви. Теперь, последнее. Если мы ставим за цель любить Бога, быть с Ним, ходить на этой земле, как Он, быть всецело, откровенно, не смущаясь, захваченными им, и даже не победой, даже не победой, родные, еще раз, еще раз, люди, которые поставили себе за цель с первого ночи дня этой жуткой войны победу, эти три года, уже в третий год, они существуют, они ожесточены, они ревут и плачут, они отступили от Бога, потому что, по их мнению, Бог не справился с тем, что они так сильно ожидали, поэтому, еще раз говорю, особенно тем, кто в Украине, если вы не хотите отступить от Бога, потерпеть кораблекрушение в вере, ваша цель, ваша жизнь, должна строиться не вокруг победы и ответа Бога, о, любимые, услышьте меня, ваша жизнь, как и до войны, так и после войны, должна вращаться вокруг Господа вашего, вашего служения, ему, обожания его, вот тогда вы будете в безопасности, вот тогда вас нельзя будет сломить, разрушить вашу веру, понимаете, теперь вы понимаете, что Господь говорил, когда говорит, самое главное, это любовь ко мне, а тут война, Господь, разве во время войны не самая главная победа, нет, самое главное, чтобы моя церковь жила мной, и тогда я смогу свою победу миллионам людей через церковь дать мир, который превыше всякого ума и за который не нужно убивать драгоценные души. Все становится на места, родные, когда мы, как церковь, встаем в свой статус, любим Бога, говорим о Нем и служим Ему, наполняясь Святым Духом, тогда, родные, Дух Святой, с которым вы будете так близки, Он позаботится, чтобы вы прожили вашу жизнь так, как Ему угодно, а Ему угодно, чтобы люди не погибали, чтобы, конечно же, если это сейчас возможно еще, чтобы в дни эти сократились, ради последней жатвы, все станет на свои места, но все начинается, знаете, в этих мультиках там Сим Сим откройся, человек берет какой-то там камень, да, как пазл такой, он вкладывает его и потом тух-тух-тух-тух-тух-тух, все начинает двигаться, вот как вот этот лампа Алладина и так далее, да, и открываются эти ворота, так вот, ворота воли Божьей, ворота спасения наций, ворота последнего пробуждения, чудес, открываются от одного очень важного ключевого ингредиента, если церковь станет поставить целью своей любить Бога, искать Его и Его Царство, Его благовестия, Его Евангелие, тогда все остальное будет прикладываться, тогда люди будут спасаемы, тогда действительно предпокаяние будут приходить и к правителям, тем, кто еще может, кто может покаяться, не все, конечно же, я понимаю, есть цены противления, которые заключили сделку с сатаной, и именно они хотят, и им выгодно, чтобы эти войны продолжались, но тем не менее, родные, как я люблю говорить, ни один оккупант, ни одна ракета, ни одно Тяо, понимаете, о чем я говорю, ничего, это не способно остановить силу Святого Духа через церковь, которая знает свой, это не реклама, свой ключ, любовь к Богу, это активирует все остальные процессы, халлилюзия, 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 завершаем, родники, я благословляю вас, Иоанна, третья глава, десятый стих, откровение Иоанна, и как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле, для тех, кто думает, что испытание войной, я говорю, испытание номер один, это остаться в вере, испытание номер один для церкви, это пребывать и не охладеть в любви, сохраните, родные, это слово терпения Божьего, сохраните это послание в сердцах, обязательно поделитесь с ним, им, еще с кем-то, и тогда Господь говорит, я сохраню тебя от этой годины искушения, ни одна война, ни один катаклизм, ни голод, ни пандемия, ничего не отлучит тебя от любви Божьей во Христе Иисусе, молимся, родники, дорогой Господь, я благословляю всех моих братьев и сестер, которые сейчас со мной в эфире в это время, и также те, которые будут смотреть и смотрят в записи, во имя Иисуса Христа, да, драгоценный Господь, мы принимаем это слово твоего терпения, наставления, предостережения и ободрения, и Господь, мы принимаем решение и самим быть теми, которые любят тебя, ждут тебя непрестанно, и теми, которые это послание распространяют по всей земле, Господь, мы доверяем тебе это слово, ты тот, который заинтересован, чтобы его услышали, благослови во имя Иисуса, помоги этому живому хлебу распространиться в сердцах, чтобы пришла свобода, Господь, упование на тебя, и во имя Иисуса, я говорю вам, родные братья и сестры, никто и ничто не остановит силу Святого Духа через тебя, ты все пройдешь, ты все преодолеешь, ты исполнишь Божью волю, ты проживешь ровно столько, сколько нужно в твоем теле, чтобы исполнить Его драгоценную волю, доколе он не придет. На этом, родненьки, я благословляю вас трагиционно, приглашаю вас присоединиться, если это касается вашего сердца, потому что мы сейчас организовываем международную команду, мы хотим, чтобы это послание имело свои ключевые группы, ключевые такие headquarters, как бы штабы, да, в разных странах, если это вы, напишите мне личное сообщение, если вы хотели бы стать частью команды партнеров для наших служений, крусейдов, благовестия, чудес, знамений, благовестия на Крещатике, здесь построение платформы пророческой, поклонения, добро пожаловать, напишите личное сообщение, мы будем рады вам, как нашим партнерам. Во имя Иисуса, будьте благословенны, Господь с нами, Иисус грядет, Маранафа, пока.